Сталинские высотки Сталинские высоты Сталинские высоты Зато красиво. Зато красиво, да. Сейчас этот орден возрожден, кстати, но он присуждается уже не за военные подвиги, а за гражданские достижения, кого только не награждают орденом этим. Что довольно интересная такая вот произошла трансформация. Все время занимает в ней как интерес. То есть надо пояснять, если кавалер ордена Александра Невского, какого ордена? Ну да, военного или гражданского. Военная, в общем, редкость была большая. Нужно было исключительную храбрость, конечно, проявить. Там летчиков награждали. А уж два, три ордена Александра Невского. Это вообще таких людей наперечет было. Но все-таки есть такие? Ну, конечно, были. Но сейчас их нет, конечно. Но такие люди были. Сегодня проще этот орден получить. Изменилась, так сказать, обстановка. Только нужно гражданское что? Ну, депутат. Юбилей у депутата. Например, какой-то хороший депутат. Артист народный. Писатель известный. И тому подобное. Деятель общественный. Вот тебе орден. Носи. Но вот в то время, конечно, вот эти ордена были другие. Я вам хочу сказать, да, это другое время, другие ордена. Другая эпоха. И вот как же так вышло? Кто это такое придумал? Построить в Москве высотные здания? Кому могла прийти в голову эта мысль? Зададимся мы вопросом. Да, ведь они дешевые, надо сказать, занятия. Да, вот подобные идеи выдвигал только один человек в Советском Союзе, которым до всего было дело. До всего он успевал. И откуда только время брал. Вы имеете в виду? Да, да. Именно его, того самого человека, который по опросам недавним занял первое место у россиян среди самых уважаемых деятелей. Жизни. Уже в истории. Государственных деятелей. Это он, Иосиф Виссарионович Сталин. Да, именно ему и принадлежит первенство в этой идее. Как это произошло? Неожиданно. Мы помним, что после войны... Ну, вы согласитесь, у него очень много было таких неожиданных решений. Ну, неожиданных, да. И сейчас просто это выглядит подтверждением его мудрости государственной, как теперь нам говорят. С одной стороны. В некоторых передачах, да. С одной стороны. Телевизору, да. Но есть и другая страна. Есть и другая. Вот мы сейчас о ней поговорим. Вот послевоенное время. Жуткая обстановка. Разрушена европейская часть Советского Союза. Это последствия немецкой оккупации. Немцы вели себя просто варварски. Взрывали все, что можно. Там одна янтарная комната, чего стоит. И вообще эти дворцы петербургские. Просто это варварство было. В голове не укладывается. Нация Гёте, да. Шиллера. Бетховена. Баха. Да. Это просто уму непостижимо. Лютера. Лютера, да. И вот в итоге, что же, предлагают Советскому Союзу план маршала. Это план экономической помощи. Но Сталин отказывается. Там были ряд условий, весьма специфического свойства. На этом фоне он думает, ну как продемонстрировать всему миру, что мы и сами с усами. Вот что такое вот, такое придумать еще. Ну, бомбу вроде мы уже, значит, как-то сделали. Чего это там такое. Слава Богу, сделали. Да, узнали. Но ведь интересно, что тоже история бомбы, она непростая история. Может быть, когда-нибудь мы ее и косим. Ну, мы уже знаем ее, потому что там куча этих агентов. Вообще, вы знаете, вот сейчас выходит масса книг о разведчиках. Каждый месяц разведчик такой-то и разведчик такой-то. Это замечательно. Храбрейшие люди. Но возникает вопрос у народа. Ведь если столько было людей наших, которые сидели везде, и в Люфтваффе, и в рейс-канцелярии, почему все-таки мы так долго воевали, четыре года? И почему вообще начали? Я даже вступили в эту войну. Да, да, их очень много. Вот как ни возьмете, кругом сидели кругом наши люди. Кругом. И вот такой вопрос есть очень действительно. Ну, почему же тогда так долго? Все, почему мы ничего не знали? Все же знали. Да, вот именно. Вот, значит, знали. Значит, знали. Тогда зачем? Тогда зачем, да. Ну, вот этот вопрос, так сказать, без ответа остается, повисает в воздухе. И вот Сталин как-то, это 46-й год, 47-й, в условиях, вот подчеркнем, разрухи просто послевоенно, что творилось в деревнях. Голод практически. Вот он думает, построй-ка я высотное здание по всему Советскому Союзу. И кругу соратников, это не байка никакая, это воспоминания Хрущева. Он говорит, приедут к нам люди из-за границы. Вот те, которые побывали вот у нас, которые в освободительном походе Красной Армии, то есть Европу освободили. Ну, иностранцы, конечно, в основном он говорил про иностранцев. Вот что они увидят? У нас нет небоскребов. Мы потерпим моральный ущерб от его выражения. Нам нужны небоскребы. Ну, раз нужны, давайте строить. Давайте строить, ну, где взять денег? Ведь мало того, что нужно восстанавливать разрушенную промышленность, жилье новое строить. Люди-то в землянках жили. Кормить людей. В Москве жили даже в землянках, в барак. Кормить надо. Лечить надо, потому что сколько больных людей было после войны. Да, люди, вернувшись с войны, они были полны ожидания, что, ну, наконец-то жизнь-то изменится. Искреннее чувство жило у миллионов участников войны, тех, кто пережил войну, огнемецкую оккупацию. Что, может быть, сейчас дадут слабину, да, разрешат держать скот в колхозах, выращивать свиней этих, там, на рынке торговать. Но нет. Дома дадут, построят. Но нет. Жутко еще более происходит закручивание гаек. А сколько людей, Саш, простите, посадили после войны? А был же голод даже в некоторых областях Советского Союза. После войны мы не знаем этого. В ряде районов Украины, Молдавии голод был после войны. Вот лебеду ели, но это еще во время войны. Жуткая обстановка. И в этой вот такой обстановке он принимает решение, давайте строить высоту Сталин. Ну, с какой стати-то? Надо людей расселить сначала. Куда возвращаются фронтовики? Помните эти фотографии 50-х годов? Еще. Я вот их в свою книжку поместил. Сейчас вышла книжка «Повседневная жизнь Москвы» о советской столице, она называется, при Хрущеве и Брежневе. И вот там о моде глава. Я специально нашел фотографии 50-х годов, где советские женщины на улицах городов и мужчины в гимнастерках еще ходят. А женщины почему-то в мужских пиджаках. Вот такая мода была, понимаете? То есть вообще, что ли, не заботились о том, в чем простой народ должен ходить? То есть через 10 лет люди продолжают ходить в гимнастерках. Как во время войны. Да. И поэтому, когда Маркис-то приехал, он и говорит, что 57-й год, что это у вас такое? Что это такая обувь, плохая одежда? Он говорит, ну война же была. Так она же кончилась 12 лет назад. Это постоянная обстановка мобилизации. Как такая была поговорка? Так надо. Так надо. Для всего советского народа. Главное, чтобы не было войны. Помните, пять вечеров. Да, да. Это, кстати, фразу повторяет старшее поколение. Очень часто. Да. И вот, все. Раз вождь сказал, началась, закипела работа. Архитекторы подключились. Ну, а этим-то им вообще все равно. Все равно. Люди-то, я вот скажу, архитекторы, это профессия все-таки циничная. Циничная, потому что вот сколько мне приходилось биографии архитекторов изучать. Так периодов Москвы разных, 19-й, 20-й, они никогда не думают о том, что вот это здание, которое нужно снести, чтобы его проект воплотить, что все-таки в него вложены силы. Ну, все-таки Шехт или Щусев размышляли. Ну, и Щусев, например, как вот он, снести храм Почта Спасителя. Он это одобрил. Но дело даже не в этом. Он-то, ну, Щусев, это по пальцам можно перечитать. Основная масса-то, вот она. Снесем, если надо, все снесем. И домик Лермонтова снесем на Красных Воротах. И Арбат снесем там, особенно конец Арбата, поставим там высотку МИДа на Смоленской. Все снесем, потому что бюджет, он как бездонная бочка советская, казна, да? Можно черпать и черпать, а потом же есть заключенные под рукой. Которые бесплатно работают, да? Можно, так сказать, и шарашку организовать, взять, там человек на свободе живет, его раз, вот тебе контора за колючей проволокой, да, там, и кого там только не было. Бесплатно работай, вот тебе пайка, правильно? А то, что там они создают действительно технические новости, что самолет, там, да, станки, ну что ж, так и должно быть. Вот давай работай на государстве. Все было очень просто. Так и в этом вопросе. Откуда взять средства на строительство высотных зданий? Все оттуда же. Из ГУЛАГа. Из ГУЛАГа заключенные и должны строить. Высотки. Высотные здания, да. А у него была такая идея фикс у Сталина. Вообще застроить небоскребами всю Москву. То есть, мы знаем, заложено 8 высоток было в сентябре 1947-го года, а их должно было быть и 28, и 38, потому что я видел в архиве интересные проекты высоток на Пушкинской площади, на Маяковской, все Садовое кольцо, на Соколе, там, например, да. Это интересно. Везде одинаковые вот эти высотки. Ну, одинаковые, со шпилями, да. Со шпилями. Причем проект не новый, это же не оригинальная американская история. Все это известно, стоит только фотографии найти. Ну, просто с нашей спецификой советской. Звезда на макушке. Такие ярусные такие объемы. То есть, мы видим в центре большое, корпус высокий, а вот он по бокам такие, да, поменьше. Ничего такого не придумали. Но были изобретения, конечно, пришлось там помучиться. Опять же, по какой причине? Выбирают места они. Выбирают места под строительство высотных зданий. Опять же, вот выбирал архитектор Чичулин, главный архитектор Москвы, Дмитрий Чичулин, улица Чичулина есть. Как они выбирали? Понимали они, что делают? Вопрос, конечно, очень сложный. Сложный. Потому что Москва не предназначена для высотного строительства. Москва все-таки маленький, в смысле, низкий город. Грунтах стоит жутких. Они не способны выдержать подобные сооружения. Именно там выбрали, когда невозможно построить эти здания. Где невозможно? На Красных Воротах, например. Все мы были на этой станции метро, правда? Да. Глубокая ведь станция. Глубокая и долго едешь вниз. Думаешь, когда приедешь-то? И почему она глубокая? Да потому что невозможно было построить выше. Там вот они рыли, рыли, рыли и наткнулись, так сказать, на необходимый грунт исключительно на этой глубине. Кое-где у нас метро совсем близко. Там замечательные грунты. Ну, там на Волхонке, например. А вот там условия жуткие были. Но, тем не менее, вот здесь она будет стоять. Ну, и Сталин, собственно, поддержал. Ему много вариантов предложили, кстати говоря. Но сейчас это объясняют мистикой какой-то, что якобы они стоят и образовывают треугольник. Кому-то там какие-то масонские символы видятся. Это все происходило банально. Вот ему сказали, вот здесь можно Иосифа Виссариона. Хорошо. А он прямо взял, вот здесь будет стоять. И вот это и породило уже подвиги, так сказать, в мирное время. Ну, вот как построить такую высотку на Красных Воротах? Ведь она же, понимаете, завалится же. Там эти грунты жуткие. Значит, давайте изобретать. Давайте мы заморозим там это дело все. Построим ее под наклоном. А потом размораживаем грунт. И высотка выпрямляется. И встает под углом 90 градусов. Рисковые люди все-таки. И самое удивительное, что ему удалось все рассчитать. И действительно, когда высотка была построена на Красных Воротах, она выпрямилась и радует нас, так сказать, до сих пор. Но какими усилиями это далось. Какая цена. Вот вам Украина, пожалуйста, высотка. То же самое. Украина построена на берегу Москва-реки. Саша, как она построена и что было с этой гостиницей, с этим зданием? И что есть, мы поговорим через несколько минут. И прервемся на некоторое время. Александр Васькин, писатель, историк Москвы, друг редакции. Сегодня, как всегда, по понедельникам мы гуляем по Москве. Ирина Кленская у микрофона. Оставайтесь с нами. Сталинские высотки. Вот тема, которую мы обсуждаем. Продолжение следует.